мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске короче поехали на ужин к другу вот выезжаем с парковки qr-код показываем мужичок стоит мы говорим мы можем еще раз потом заехать у нас вот qr-код мнение вы все выглядит гараж покинули то все муки как мы заплатили что на 24 часа можем хоть 300 раз сюда за есть хоть 300 раз выйдет не 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 всего уедете можно попробуем да но это не будет работать но я развернулся опять заехал опять выезжаю подаю ему гро работает у него глаза такие он думать нихрена себе где вы такую штуку надыбали что реально 24 часа сколько те влезет раз заезжай так что вот поехали в гости нам ехать 30 минут 18 килограмм и это вот бостон мы едем вот сюда под бостоне ну нифига себе смотрите весь бостон бордовый он не красный вот реально бордовый пробки сейчас она у нас пробка закончится это вот этот туннель развязка под центром города все пробки пробки вы идите налево а нам никаких пробок не надо больше все 19 минут 16 километров и едем замечательно убираемся отсюда вечером кстати вот после ужина мы вернемся уже говорил да в этот же самый в эту же самую парковку припаркуем машину и и на корабли после закатный бостон будем наблюдать панораму скайлайна дымка мне тоже я сейчас смотрю он в дымке при том это не туман будто знаешь загазованность а то что много машин обе час час пика как раз и с работы едут жесть ветра то нет она все и стоит как в шанхае блин я теперь понимаю почему этот район считается одним из самых лучших они самых богатых для жизни нам еще два километра ехать и я думаю там дома такие же будет представляете наверно в таком же доме живет я себе могу представить вау слушайте круто здесь как деревня это называется сейчас вам скажу я сам вообще ни сном ни духом я даже не знаю я приеду ньютон йома это ньютон офигеть город ньютон как исаак нифига себе у него тормоза и думал кто-то кому сигналит блин творить викторианского стиля домики ну да он нам так сказал у нас на и бархуд там домики викторианского стиля это сказать да чё мы не видели мы с сам франциско но блин у нас сам франциско они есть большие но в основном средние а тут же гигантские вот они живут около озера в шоке у них собственное озеро там под боком но как собственно но в пешей доступности вышел из дома удочку закинул прям с балкона в озеро и ловись рыбка большая и маленькая ой-ой-ой церковь веческая нагреть так ребятушки прошло почти полтора часа и едем куда мы едем аж пристегнись для начала и едем на ночной бостон смотреть слушать так круто время провели маша тут котяток мучает ищет их круто так время провели офигеть трое детей такие взрослые все второй класс первый класс ходят глаз раз приятно встретиться с людьми которые ну ты хорошо знаешь но хорошие знакомые и я так что вот тоже пригласили будут говорить мы говорим будете в наших краях обязательно заезжайте поехали в бостон обратно на ту парковку от которой мы выехали да по поводу ньютона еще вот эти вот домики которые мы когда туда подъезжали я показывал там озеро есть тоже на карте показывал так вот дома около озера вот те же самые дома они где-то 3-4 миллиона а вот туда подальше то есть миллион например на как наш дом так так и стоит смотри туман маш какой жесткий его скайлан не видно нифига то есть можете прикинуть какие цены здесь под бостоном чуть дешевле чем чем у нас в конкорде ну прям вот намного дешевле чем в долине или в самом сан-франциско прям реально раза в два в три дешевле чем сан-франциско но все равно это очень дорого если по сша в целом так что ну район там школы садики вот рассказывал знакомую что там просто топ это прям лучшие в округе так 630 мы прибываем у нас лодка во сколько 7 7 отлично нам сказали за полчаса быть так что perfect timing как говорится офигеть это кстати не туман маруза горит ее там что-то в телефоне написано что воздух нездоровый слышали и коррите на лорд что это у них это от западных это от наших пожар а не то это из регионских пожаров ну через все штаты на это побережье перешло но это невада калифорния орегон вот эти наши пожары обалдеть опыт представляете какое расстояние от одного побережья до другого и то что у нас там горит вот сюда доходит вау ни хрена себе это представь примерно в москве пожар в новосибирске да не чё берем так мелко берем во владивостоке смог стоит потому что москва горит можете себе представить ни хрена себе обалдеть ну и канада то что там жара была горит все сюда вот с того побережья на это ну ничего себе бостонский дриж не ну блин вот это да вот это палево марусь и говорю сейчас на лодке покатаемся пивка тяпну поедешь домой всего лишь городе 7 миллионов в области здесь через семи миллионник проезжать ваша горит сам поедешь ты любишь ездить любишь кровь на крупных город боже мой на меня уже пол бутылочки пивка действует нет я люблю когда ты сам поеду я потом дома лучше так сто тридцать четыре и сюда офигеть сто тридцать четвертый и биси south station сюда когда первый раз реально из европы приезжаешь в штаты берешь машину и вот в такой вот городок типа бостон чикаго нью-йорк лос-анджелес куда мне мне сюда по моему да лондон нью-йорк лос-анджелес чикаго или вот бостон или что-нибудь такое крупная да там типа вегас сан-франциско хотя не считаю это крупными городами сан-диего но фельдшпасс вам ребят как говорится фельдшпасс это просто настолько неудобно после европы во первых манера знаков сама другая он полицейский на мотоцикле так что хватит болтать вот поехали накроюсь лучше так вот здесь кораблик отходит да ништяк я не на ту полосу встал конечно не на ту но дело поправимо так вот из этой арки корабль уходит так давайте попробуем снова наш qr-код замечательный третий раз можем в гараж заехать и шлагбаум открылся обалденная штука чувак просто охренел охранник здесь он даже сам по ходу не знал что у них так можно что можно не покупать 300 раз билеты за 36 долларов а один раз купить на весь день за 35 и пользуюсь им кайф чё марус вообще голова то где-то такого даже додуматься бы не смог найти где-то такой билет что можно флэт билет въезжай-выезжай как в это вот справа сейчас станем давай действительно налево level 2 вот так вот тогда маруся переоделась шортики одела юбку долой мы думали ветер будет смотрите да тоже футболки в шортах сейчас закат а мы полтора часа на круизном кораблике но мы посмотрели 28 градусов так что мы не замерзнем я не хочу мороженое спасибо так что мы не замерзнем идем заселяться на кораблик тому же вечерина но ничего не видно хотя бы музыку слушать тут шезлонги бассейн от отеля сейчас побольше конечно лодка будет да вот это да дымка от пожаров мог сонтарить это отель там вот окна прям двери все такое солнце через мог и я нам а только что светило и кончилось нифига себе и все гарью пахнет воздухе реально горь летает 6 уж творят калифорнийской невацко орегонские пожары но еще и канада тоже там север горит экскурсия маска не зачем одиссей он сказал массачусетс да корабль называется этот freedom а а вон массачусетс марис мы наверх пойдем на улице жара я внутри а хотя внутри кондер будет работать ты разобралась все а раз она мы иду ищет то что кстати мы же приехали в гости у нас лодка плюс у маши рабочий звонок и мы попросили ребята вы не можете на два часа раньше а у них режим они прям там чтобы дети правильно кстати делают в семь часов только кушать садятся а мы приехали на три часа раньше так что мы говорим мы не голодный ребят не беспокойтесь вот мы уехали они сейчас будут кушать через час а мы потом после кораблика круто катамаран рядом дымит бензином воняет вообще мотор работает ну чё через сколько у нас уже сейчас время сколько 52 через восемь минут отправляемся ну мы завели мотор капитан говорит полтора часа будем идти гулять здесь наслаждаться и и дым когда стать там аэропорт самолет оттуда завитая я надеюсь мы завтра не улетим домой я надеюсь обойдется но к тому времени пока выйдет этот выпуск уже все обойдется у нас котенок кровью чихает пришла сиделка и вот сейчас маша все время пытается назначить звонить докторам чтобы или доктор пришел к нам домой или забрал котенка или сиделка отвезет котенка в больницу позвонили договорились чтобы сиделка пришла еще раз обычно 35 баксов берет мы и говорю мы заплатим 50 60 или сколько скажешь приди еще один раз посмотри сегодня как мне если крови не будет она чихает и прям брызги кровью летят на кафеле на полу типа или она когтем порвала или просто пыль какую-то что-то такое но она горит играет кушает и все хорошо так вот если все так вот если сейчас саманта придет и скажет что все так же или мы завтра домой летим или котенка в больницу срочно ждем ждем завтра вот она чем михалыч я думал ну типа паром до экскурсии он сейчас всю историю будет рассказывать про все что мы здесь сегодня смотрели о бревно плывет ну что погнали солнышко зашло до его и не видно из-за смога обалдеть вон туман я еду туман мост еле мост виден вау между прочим солнце на уровне ну вот этих высотах а вот только через через 40 минут я его не видно она вижу отражение стекле отражение солнышко есть солнце еле видно задым и такой бледно-оранжевый круглик хотя же должно светить еще желтым но дело-то еще горю минут 40 до заката той час моё видите просто оранжевое пятнышко да 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 не на нифига себе дымка skyline почти не виден вот смотри маша копает что-то он поднимает кран смотри из-под на вау что там соль сейчас ковш какой-то поднимет у маша смотри полный ковш грунта какого-то прям реально роют там под водой чё-то а он грязь достает уголь какой-то или чё это там вот какие-то обломки и вон на корабль туда перекидывает вот пошло ил какой-то непонятный так вот чё я дымка так он впереди какой-то остров еще такой корабль что-то копает тут порт контейнеры грузят аэропорт собственно говоря самолеты туда взлетают но я пока не видел еще чтобы хоть один садился а садятся они вот отсюда над портом пролетает а вот прямиком вот взлетка начинается то есть над нами теоретически мог бы сейчас пролететь самолет но не хочет лететь и чем дальше от города вон там тоже загазовано вот здесь вот небо синее пятнышко а вот самолет на взлет пошел тут вон какой-то остров укрепленный баррикады вообще много островов вон это газ станция а вот и skyline которого не видно еле-еле солнышко оранжевый круглик это уже без всяких фильтров без ничего смотрите краснючая обалдеть да я в шоке просто маша говорю ну реально пенсионерская прогулка кстати прогулка стоит тридцать долларов но маша как-то нашла оффер какой то что нам достался билет каждый по 17 я говорю вышли вон туда и чё мне скучно я зеваю вот город города не было видно солнце кстати только села города не было видно и как бы просто там по воде плавать по кому он блин из калифорнии мы так выходим хотя бы китов смотрим дельфинов а там на что смотреть ну вот теперь вот пошли жилые районы игру корабль маша крисовари кораблик светится игру вау круто может мы до того дойдем который корабль всех кораблей маша грида мы туда идем во-во-во пошло повеселее сейчас что-нибудь да увидим потом на корабле люди тусят морозь да там и еда и прям кораблик круто там смотри сколько в этих вагончиков палат вон для еды они берут там едят или на корабле лаз а вон и обелиск а вон и корабль всех кораблей круто мы реально туда идем вон вон мачты торчат от него сидеть я думаю так вот пешком отсюда у нас туда упилилили мы прилично пришли я думаю сотни километров 20 20 20 за весь день намотали какой-то военный кораблик уже современный здесь постою не ну ладно если слушать всю историю то экскурсия может быть но экскурсия ради истории да но того стоит тебе тут расскажут если у тебя нет маруси которая все это рассказывает до этого да ладно возьми я рюкзак возьми и каждый вечер каждый вечер палят пушки поставить каждый вечер палят пушки и он сказал через пять минут будут что-то все уже фотоаппараты подоставали уши закрывают сейчас видимо шарахнет все уезжают оттуда вот ух ты боже мой один давай нифига себе дым ты видела прям с этого фрегата и все но только один выстрел обалдеть не ну еще как минимум один выстрел он должен произвести и все потому видимо все дважды в день по одному выстрелу производится утра и вечером конститюшн корабль офигеть он как лопнул прикольно ну чё тем временем экскурсия подходит концу осталось еще 20 минут и как раз вот за эти 20 минут вон даунтаун мы сейчас такую петелечку делаем подходим высаживаемся и у нас полтора часа чтобы покушать до того как ресторанте закроется закроется марусь нашла говорит там есть креветки там есть лакс в общем все что ты ешь именно все потому что больше ничего не только креветки только лакс остальное не едим вот и пойдем покушаем и потом мы живем минут 20 до дома ехать отсюда марусь а как деревня называется деревня называется как медхорт как-то так вот там мы живем сегодня но это здесь вот тоже под бостоне типа того же района вот как ньютон где мы до этого были тоже такой приличный райончик у нас тоже там airbnb как я уже говорил завтра мы начали здесь почему мы здесь остаемся потому что автор у нас кембридж м айти и что еще там ну да гарвард и м айти мы поедем в кембридж и вот в этих двух универах мы точно погуляем по возможности смотрите у нас тут уэлл смит короче на борту сидит вот он я вам отвечаю это он так ну чё вот кораблик все прибыли ровно 8 30 как было запланировано 7 до 8 30 и ровно всем мы дернули ровно в 8 30 мы вернулись забираем машинку потому что здесь кушать не вариант едем по пути маша уже нашла смысле мы знаем уже куда едем вот так что погнали в ресторанте немножко вечернего бостона смотри вон те часики как светятся саш круто вау да ехали мы третий раз этого гаража выехали замечательно так теперь куда налево и там направо да на налево и направо чайки кричат как 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 так так на право да супер погнали он вам дальше прямо ехать хорошо Так, ну что, нам до дома где-то полчаса ехать Через 10 минут будет ресторан Который называется Бочелис Вот, раньше Бочелис Ой, как красиво Раньше Бочели пела, теперь готовит Я, кстати, помню, мы ходили на концерт Бочели Вау, было нечто Было нечто Кстати, он опять в Сан-Франциско приезжает Можно опять сходить Вау, видите это? Все светится красиво Вау, мы сейчас по крутому мосту поедем Там такие две офигенные опоры Мы его сдалека видели Мы же должны по мосту ехать А, мы сейчас Над нами вода? Нет, над нами жилой массив Вот она, одна опора А вон она, вторая опора В Далласе подобный мост Есть обзорка За пределами города выезжаешь И вот панорама на такой мост Чем-то напоминает в этом плане Даллас Вот, я что-то американское нашел в этом городе, ребят Даллас Офигеть, вон Мемориал подсвечивается Да Кушать Семь минут Ну здравствуй, Бачелис А все, пандемия кончилась Он пошел опять петь Закрыт ресторан Я в шоке Сейчас Маша другой ищет Но слава богу, мы в этом городе живем, между прочим Вот отсюда пять минут езды Мы думали, сейчас поедим И через пять минут уже будем в комнате После того, как поедим Но нет, сейчас поедем искать следующий Ну, благо Вон там какой-то бразильский барбекю ресторан Маша говорит, ты там не ешь ничего Потом Оазис ресторан А, Маша найдет С Машей с голоду не пропадешь Вот Авеллинос Открыто, слава богу Да, сейчас сзади у них парковка даже есть Супер Но это какая-то, это просто О, там я видел лосось жареный Пицца, паста Успокойся, Маруся Говорит, не умрешь, ты с голоду Здесь для инвалидов Давай здесь встанем Я не знаю, чья это парковка Пофиг Если что, нас вон заберут Давай внутри там кондиционер Снаружи вообще невыносимо Жара адская О, сколько там пиццы Ой, замечательно Офигеть, сколько у них пиццы Вау Марухин Чикен равиоли Жду свою пиццу Шримс Шримс Короче, я завтракаю опять пиццей Притом я завтракаю, обедаю И походу ужинаю пиццей Потому что пиццу принесли В ней 6 кусков Я съем только 3 Ну 4 хотя бы Это еще больше, чем вчера было Твою же Вот это да Я говорю, а можно коробку с собой Она говорит, а вы немножко не доели Я говорю, ага Я немножко съел Я реально Даже половину не съел Вот это завтрак мой И обед Поехали домой Ну что, загрузились в машину Поехали Заправка сразу за поворотом Я туда Пива нет Прикиньте Я захожу Ну, к мужику подхожу Говорю, слушай, я пива не могу найти А он говорит, а у нас его нет Я говорю, окей Ну, думаю, может заправка Проезжаю 7-11 Магазин Захожу в магазин Пива нет на прилавке Вообще Мне стыдно спрашивать было Я, короче, думаю Да ну вас нафиг Че мы что ли? Мы люди не гордые Мы можем И не И не пить пиво Спать пойти В любом случае Как я понял Вот здесь не было В магазине не было Сюда я даже пробовать не буду Ну его нафиг В любом случае Я помню Как бы это было в Канаде Нигде пива нет Ни на заправках Ни в магазинах Пока я не спросил А мне сказали А пиво Вообще любой алкоголь У нас продается Только в специализированных Магазинах Это в Ванкувере было Охренеть Пиво, вино И все что покрепче Специальный ликерный магазин Ни на заправках Ни в аптеках Ни в магазинах Ничего нет Я боюсь Что закон Массачусетса Примерно такой же Ну в смысле Что значит боюсь Завтра я уже не здесь ночевать буду И пофиг мне на этот Массачусетс Не, ну ребят Это не дело Я не хочу теперь в Бостон Я не хочу в Бостоне жить С такими законами Вы представляете Пива нет А ты такой Тебе только в магазин Который там до пяти Например работает И все Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо вас не знать, мы вам не доверять. И, говорит, мы вам откроем, вы зайдете, ляжете спать, и мы тоже со спокойной душой потом уже ляжем. Ни хрена себе, там дыра была. Удар был не этот. Нелегкий. Вот это комнатка, мужичок. Чистота идеальная. Нам все показал. Короче, полотенце, кровати, йогурты, минералка. Если бы он еще пиво здесь на столе баночку оставил, я бы его просто в Залысину бы поцеловал. Туалет, душ. Здесь сбоку выходишь. Говорит, жена в 5 утра пойдет на работу, ей надо в душ, пожалуйста, до нее или после. Мужик не беспокойся. Вот там комната, вы, короче, можете поиграть, туда вот ключи можете погулять. Мой мужик, короче, мы помоемся и спать ляжем. Идеальные жильцы в этом плане. Клево, кстати, встретил свое свое парковочное место для меня, освободил свою машину вдоль дороги где-то бросил. Вообще красавчик. Не, ну то, что чисто, я прям вот реально вижу идеальная чистота. Круто. Даже Ирклакс есть. Это что такое? Ой, даже в уши затычки есть. Представляете? Где? Маски поставил. Смотрите, кофеек, чаек, шоколадка, напитки какие-то. Смотрите, ой, тут эти, что такое? Отмил, нифига себе. Кофе. Пицц, кофе. Это не хухры-мухры, молочко, йогурты, йогурты, йогурты. Да, так, кондишн включили, потому что он говорит, я не знаю, любят некоторые, а некоторые не любят. Так что вот, ребятушки, целую вас в узико, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, а я спать. Субтитры сделал DimaTorzok